Город над Богом славится своими олимпийскими чемпионами, спортивными традициями и, конечно, спортивной молодежью. Из года в год девушки и юноши достойно представляют Брестский край на соревнованиях республиканского и международного уровня. Значительный их клад в общую копилку спортивных достижений региона. Среди тех, кто сегодня, хоть и в начале своего большого спортивного пути, однако уже успел добиться высоких результатов, подростки, собравшиеся в зале. Хороший повод – акция «Олимпийское дарование» объединила их в этот день. Ее цель – развитие олимпийского движения. Ребята не понаслышке знают, каким трудом достигается успех, сколько сил и терпения нужно вложить в такую долгожданную и такую важную для каждого победу. Поддержать их и нацелить на высокие старты пришли ведущие спортсмены Брещины – олимпийцы, на которых сегодня равняется подрастающее поколение. Я была таким же ребенком обычно, начинала с детской спортивной юношеской школы, также смотрела и равнялась на именитых спортсменов наших Брестских. Поэтому очень правильно, что Олимпийский комитет делает такие мероприятия, где отмечаются и награждаются лучшие таланты. У нас впереди Олимпиада летняя, поэтому, естественно, это очень важно. Но передача опыта более известных мастеров тем, кто сейчас на подходе и у которого есть в жизни цель, я думаю, это очень важно. На торжественном мероприятии собрались 85 ребят со всего региона, 9 из них представители училища Олимпийского резерва. Все они отлично показали себя в ушедшем году на юношеских, республиканских и международных соревнованиях, а также Олимпийских днях молодежи в 19 видах спорта. Добившись высоких результатов на престижных турнирах, тем самым они подали пример своим младшим товарищам. За успехи в спорте юноши и девушки получили награды и памятные сувениры из рук представителей власти и именитых спортсменов. Любой спортсмен, он все равно для чего-то выступает, какая-то мотивация должна быть. Конечно, верхняя мотивация – это стоять на Олимпийском пьедестале, слушать свой гимн. Это очень важно. Но, тем не менее, промежуточные факты нельзя упускать, потому что по дороге можно потерять интерес. Потому что не все, к сожалению, становятся олимпийскими чемпионами и не все даже доходят до Олимпийских игр. Но чемпионами Европы, мира и так далее становятся многие. Акция «Олимпийское дарование в городе над Бугом» проводилась впервые. Успешный старт мероприятия наверняка станет предпосылкой для проведения его на регулярной основе. Во всяком случае, этот вопрос уже находится в рассмотрении. Символично, что акция проводится впервые, и впервые мы ее проводим в Олимпийский год. Я думаю, что это хорошее мероприятие, которое понравится, и хотелось бы, чтобы оно стало традиционным для Брестской области.